В прошлом году в Улан-Удэ построили рекордное количество детских садов, благоустроили почти 40 дворов и две общественные территории. Это площадь Славы и сквер Кристалл. Помимо этого провели 44 километра новых сетей наружного освещения и оборудовали 2000 новых светоточек. Это значит, что более светлыми и безопасными стали больше 80% улиц в отдаленных микрорайонах. В Улан-Удэ основные проекты жилищного строительства также реализуются в комплексе. Это территории юго-запада и юго-востока Октябрьского района, центральные части советского и жидорожного района, общей площадью 123 гектара. Благодаря этому горожане в прошлом году получили почти 110 тысяч квадратных метров нового современного комфортабельного жилья. Чтобы город развивался и дальше, мы должны обеспечить эти территории всей необходимой инженерной инфраструктурой. Работаем над этим и уже есть первые результаты. Строя новой высотки не забыли и об аварийных домах. В прошлом году для переселения определили 16 семей. До 2025 года обеспечить новым жильем должны больше 3,5 тысяч горожан. В конце прошлого года мы снизили количество домов без управления. Определили на них временные управляющие организации. Остроту проблемы сняли. Теперь нужно решить ее окончательно. Еще 184 дома сегодня остаются без обслуживания. Конечно, это недопустимо. Совместно с вами, уважаемые депутаты, я уверен, мы примем решение, которое окончательно поставит точку в этом вопросе. Сегодня рассматриваем возможность создания муниципальной компании и субсидирования из городского бюджета части затрат управляющих организаций при обслуживании таких домов. В этом году построят школу номер 40, еще одну на улице автотранспортная, пристроят к 49-й школе и три новых детских садика. В этом году планируют и отремонтировать больше 30 километров автомобильных дорог. Планируют благоустроить еще 50 дворов и сквер ровесникам, ушедшим в бой. Валерия Каратувя, Вячеслав Батоев, Новости дня.